Всем привет! В этом видео хочу упоказать полноценный магазин приложений, написанный для нашей операционной системы для мода Open Computers. С его помощью вы можете проверять наличие обновлений, можете скачивать новое приложение, обновлять библиотеки и так далее. Ну и заодно я вам расскажу про некоторые новые фичи, которые появились в нашей операционной системе. Давайте начнем с магазина. Собственно, его иконочка находится в левом нижнем углу и называется он UpMarket. Давайте его запустим. У нас сейчас перед нами загорится такое-то окошечко, где написано, что идет загрузка списка приложений через интернет, разумеется. То есть, если у вас нет соединения с интернетом, будет все печально. И также отображаются у нас наши иконочки приложений. Здесь имеется название, здесь имеется версия, ну и также ниже идет краткое описание функционала приложения, то есть то, для чего оно, собственно, предназначено. Ну, для примера, давайте загрузим приложение Weather. Я уже, собственно, снимал по нему видосик один. У нас написано, что идет загрузка приложения, и через некоторое время у нас иконочка сменится на надпись «Установлено». Также скачаем приложение 3D Print. Ну и для теста, например, еще скачаем Flappy Bird. Так, загрузка. Отлично. Мы можем закрывать наш магазин приложений. И у нас сразу же на рабочем столе отображаются наши свежескачанные программки. Давайте, для примера, запустим игру Flappy Bird. И начнем, собственно, играть в нее, долбиться в задницу. Так, ну, разумеется, я проходить ее не буду. Давайте дадим нашу птичке умереть. Просто для теста я показал вам, что, в принципе, все это дело работает. Давайте врежемся в нашу колонну. Птичка умирает. И, собственно, наш счет 0. Замещаетно. Нажимаем кнопочку «Выход» и выходим обратно на рабочий стол. Также давайте запустим приложение 3D Print. Оно предназначено для печати блоков любых форм, любых размеров с любыми текстурками. Там 3D Printer из этого мода Open Computers. Запускаем его. У нас загорается интерфейс. И уже мы прямо сейчас можем начинать работать с модельками и делать свои собственные блоки. Мы не будем зацикливаться. Нажмем кнопочку «Выход» и проверим, работает ли программка у нас погода. Нажимаем на нее. И у нас тут же загружается прогноз для города Санкт-Петербурга, где мы сейчас находимся. У нас 13 градусов. Идут сейчас дожди, будет облачь, нагроза, но вообще полная хрень. Короче, все печально. Нажимаем «Закрыть». И, собственно, посмотрим на дополнительные функции нашего приложения AppMarket. Открываем, собственно, его обратно. Давайте я вам покажу, что такое поиск. У нас здесь имеется вот такое вот поле. Если мы на него кликаем, мы можем ввести название, интересующее наше приложение. Например, «Календ» и так далее. И он, собственно, пройдет поиск и найдет необходимое нам приложение. Например, «Календарь». Нажимаем «Загрузить». И у нас на рабочий стол установится наша программка «Календарь». Ну, она ставится не рабочий стол, а вот сюда, прямо вот эту панельку для быстрого доступа. Ну, я сделал так, чтобы было мне лично удобней. Нажимаем на ее, и у нас отображается календарь, собственно, универсальный на абсолютно все года. Вот такая вот программка замечательная. Нажимаем «Выход». И, собственно, выходим обратно на рабочий стол. Также хочу вам показать, что у нас весь магазин приложений разделен на категории. То есть слева у нас находятся приложения, здесь библиотеки, то есть всякие там модули для работы других приложений. Здесь у нас находятся обои рабочего стола, то есть всякие картиночки, которые мы можем поставить на заставочку. Ну, и другое — это некие скрипты, всякие файлы локализации и прочее, то есть какие-то дополнительные программки, маленькие и так далее. Они просто, ну, скажем так, служат для поддержания атмосферы. Ну, собственно, такие вот дела. Ну, наше приложение загружается с некоторой временной задержкой, поскольку все-таки у нас наш компьютер маленький обращается к реальному гитхабу, то есть получает все эти картиночки, получает описание приложения и так далее. То есть для этого, естественно, нужно время для загрузки всех этих данных. Снизу у нас имеются такие вот кнопочки влево-вправо, можем нажимать и загружать, собственно, следующий список приложений, для которых мы можем опять-таки прокручивать. Можем поставить, допустим, программку «Матрикс». Поставим ее и поставим программку «Граф». Отлично. Закрываем и, собственно, можем посмотреть наши программочки. Ну, матрикс, собственно, показывал это в другом видосике. Такая вот непонятная хрень, такой вот дождик зелененький. Нажимаем Enter, выходим из программки. Ну и, собственно, у нас есть такая же программка «Граф», которая предназначена для построения графиков реальных функций. То есть, если вы задаете график функций, например, x², задаете там диапазон, точность, бла-бла-бла, нажимаете ОК, и у вас строится график этой функции. С помощью мышечки вы можете его перетаскивать, с помощью колесика вы можете масштабировать его. Ну, в принципе, люди, которые с математикой более-менее дружат, которые, в принципе, любят эту науку, те такую программку оценят. Можем с помощью правой кнопки мыши задавать такие точки опорно, они работают только с целыми числами, то есть мы можем узнавать, чему равен x, y в данной точке. Собственно, нажимаем «Выход», и вот такая вот программка «Граф». Ну, в принципе, все. Давайте я вам также расскажу про обновление системы. Запускаем обратно наш AppMarket, и здесь у нас имеется такая замечательная вкладочка «Обновление». Единственное, что для этого нужно немножко подождать, потому что все-таки загружается опять-таки список. Давайте подождем, нажимаем «Обновление», и у нас сейчас наш компьютер проверит наличие обновлений, и мы узнаем, что у нас имеется более новая версия нашего приложения AppMarket. Ну, собственно, я скачивать ее здесь не буду, и покажу на примере вот этого компа, другого. Здесь у нас стоит более старое приложение AppMarket, то есть здесь еще не реализована функция поиска. Я поиск сделал только сегодня буквально с утра, то есть, видите, здесь нет такого поля поиска. Ну, и также нажимаем «Обновление», и мы увидим, что у нас здесь имеется более новая версия библиотеки GUI, более новая версия библиотеки двойного буфера, новый AppMarket и новая версия проводника. Нажимаем «Обновить все», и у нас автоматически скачивается наше обновление для нашей ОС, вот таким вот образом. Сейчас подождем. Так, отлично. И у нас будет написано, что у нас теперь имеется полностью все абсолютно новое ПО. Ну, и также вам рекомендую после скачивания всех библиотек перезагрузить ваш компьютер, чтобы очистить из оперативной памяти имеющиеся библиотеки. Ну, просто, на всякий случай. Так, подстраховка. Ну, кстати, заметьте, вот такая, видите, красивая, какая беленькая у нас, беленький экран, скажем так, биос нашего. Вот. Так, запускаем теперь наш AppMarket, и у нас теперь действительно появится строка поиска, то есть теперь мы можем искать по приложениям, то есть здесь действительно скачалось более новая версия нашей программки. Вот такие вот дела. Нажимаем «Закрыть». Ну, в принципе, все. На этом мы закончили с нашим магазином приложений. Давайте я вам покажу, расскажу, вернее, про новые фичи нашей ОС. Так, ну, во-первых, откроем нашу программу Finder. Теперь она выглядит полностью по-другому, вернее, выглядит также, но функции другие. Теперь при прокрутке колесиков у нас иконочки скроливаются по пикселю, то есть не по строкам целым, там, раз, такая жирная строка строка скролилась, два, там, три и так далее. Видите, по пикселю очень красиво. То есть примерно как в настоящем компе. Вот. И также здесь появилась фича отправки файлов напрямую по бесправной сети друг с другом. К примеру, открываем на другом компе, который находится по соседству с вашим другим компом, и у вас появляется здесь он в сетевом окружении. То есть вы можете кликнуть на него и отправить вот этому компьютеру, вот с этого, на этот вот такой вот файлик. Нажимаем «Отправить файл». Давайте отправим ему файл операционной системы. Нажимаем «OS.lua». Нажимаем «Ок». Написано «Файл успешно отправлен». Так. «Ок». И здесь у нас написано, что принят файл от такого-то компа, то есть, ну, короткий адрес этого компьютера. И сохраняем его как «OS.lua». Нажимаем «Ок». И он сохраняется у нас в корень диска. Собственно, вот у нас программа какая-то появилась. Мы можем прямо здесь ее уже запустить. Нажимаем «OS.2», и у нас запускается операционная система прямо в операционной системе. То есть, видите, как бы такая вот рекурсия. Ну и, в принципе, все дела. Так. И также мы можем здесь из этого сетевого окружения нажимать кнопочку «Отправить сообщение». Например, «Хуй», короче говоря. Отправляем сообщение этому компьютеру «Хуй». И он получает наше сообщение от этого компа. Ну, что-то типа такого чатика и что-то типа отправки файлов. В принципе, довольно-таки удобно. То есть, если его впадло, там, копируясь это дело на диске, это там, организовывая сеть и так далее. То есть, это все дело сделает за вас. Разумеется, это работает не только с бесправной модемом, это дело работает также с бесправной картой, по-моему, ой, с сетевой картой. Ну, в принципе, люди, знающие, разбирающиеся на моде, они, в принципе, поймут. Ну, для не знающих, скажем так, скажу, что вам нужен обязательно модем, плата бесправной сети. Вот такая вот штучка в кампе должна стоять. Так, ну и также у нас это приложение можно, вернее, там, окошечко в этом приложении можно перетаскивать, то есть, на рабочем столе. Все дело работает медленно, конечно, но, по крайней мере, то есть, вы можете более-менее организовать ваше рабочее пространство, то есть, окошечко действительно перетаскивается. И также здесь есть такая вот полосочка, с помощью нее мы можем искать интересующий нас файл. Например, вводим OS, и у нас найдет два наших файлика, даже три. Собственно, mineOS папка, OS и OS 2. Вот такие вот дела, вот такое приложение Finder. Также давайте я вам расскажу про некоторые новые фичи. Например, у нас здесь появилась кнопочка настройки. Здесь мы можем выставить интересующий нас разрешение экрана. Например, делаем его поменьше. Такое будет 95 на 35 пикселей. Нажимаем ОК. И у нас, видите, сильно увеличился, скажем так, масштаб нашего мониторчика. Вернее, наоборот, уменьшился. Вот. Для примера покажу вам, собственно, как это выглядит с большим количеством иконок. Нажимаем разрешение экрана. Ставим маленькое разрешение. ОК. У нас автоматически считается пропорция, то есть у нас не будет никаких черных полос там по экрану и так далее. И если у вас иконочки не помещаются банально на одном рабочем столе, то у вас появляются такие вот красивые кнопочки. Вы можете на них нажать и прокручивать к интересующим вас иконочкам. И также это можно делать с помощью колесико-мышки. То есть, в принципе, довольно-таки удобно, если у вас имеется куча файлов прямо на рабочем столе. Давайте вернем нормальное разрешение. Нажимаем ОК. Ну и, в принципе, все. Также, если у вас долбало то, что обои довольно-таки долго рисуются на экране, если вам необходима скорость, то давайте выставим здесь нормальное разрешение. Вы можете удалить их с рабочего стола. Нажимаем Удалить обои. У вас будет вот такой серый фон. Ну и также, если я вас давно скучил серый фон, вы можете изменить цветовую схему нашей операционной системы. Можете поставить, допустим, вот такой вот красненький фон. Цвет вот этого тулбара пусть будет каким-нибудь, ну, не знаю, вот таким вот, например. Нажимаем ОК. Ну и, собственно, у вас ОС приобретает вот такой вот интересный вид. То есть, вы можете кастомизировать ее полностью. Также у нас появилась новая система защиты нашей операционной системы. Нажимаем Изменить метод защиты компьютера. И вы можете защитить его с помощью отпечатка пальцев. То есть, при логине, собственно, при входе. Сейчас покажу вам. Нажимаем Создать опечаток пальца. Написано Создано. Нажимаем Перезагрузить. И при загрузке вашей операционной системы вам потребуется приложить ваш палец к экрану. Ну и, разумеется, вашу операционную систему пусть будет только вас одних и никого другого. Вот таким вот образом. Также можно защитить ваш компьютер с помощью пароля. Допустим, защита пароля. Нажимаем ОК. Вводим пароль 123. 123. ОК. И теперь ваш компьютер вместо отпечатка пальца будет защищаться с помощью пароля. Ну и, разумеется, здесь есть также кнопочка Разлогиниться. Это сделано для того, чтобы всякие левые хуисусы не подходили к вашему гамму во время вашего отсутствия. Вводим пароль 123. Нажимаем ОК. Ну и, собственно, такие вот дела. Так, что, в принципе, еще стоит здесь показать? Давайте посмотрим. Ну, также имеется здесь опция показывать формат файлов. То есть, видите, точка АПП и так далее. Собственно, это уже раньше было. Но, в любом случае, вот такая вот программа. Ну, давайте я вам также покажу заодно, как ставить операционную систему с нуля. То есть, мало ли кто ничего не знает. Для этого строим вот такую конструкцию. Здесь у нас стоит системный блок третьего уровня. Источник питания из, неважно там, какого мода, подключенный к компу через преобразователь энергии. Далее в комп запихиваем LuaBio. Запихиваем процессор третьего уровня. Самую лучшую оперативную память. Дискету с OpenOS. Пустой жесткий диск. Видеокарту третьего уровня. Интернет-плату обязательно для загрузки из интернета. И также плату без правдой сети по желанию. Это для передачи файлов по программке Finder. Так, нажимаем Включить. Ну и также, разумеется, подключаем клавиатуру к вашему компу. Он у нас сейчас загружает данные с дискеты. Ну, разумеется, люди шарящие могут этот пункт пропустить. Так. Сейчас он закроется. И мы должны поставить базовую операционную систему с дискеты на жесткий диск. Вводим команду Install. Нажимаем 1. И у нас операционная система ставится с дискет на жесткий диск. В это время. Это, в принципе, довольно-таки долго. Но в любом случае стоит подождать. Собственно, для чего я вам это показываю? Потому что у нас теперь в инсталлере операционной системы появилась опция не скачивать все эти приложения. То есть, если вас все это дело бесит, то есть, куча-то абсолютно прок, совершенно безумное количество. Вы можете поставить только салемы самые нужные. То есть, проводник, магазин приложений и фотошоп. Все. Больше у вас ничего ставиться здесь не будет. Нажимаем так. Yes. То есть, наша система установлена на жесткий диск. Он у нас перезагрузится. И теперь вы, собственно, можете поверх уже, поверх этой фигни, ставить мою OS. Так. Вводим команду Postebin.run.0nm5b1.ju. Эта команда может вводить только при наличии интернет-карты. Интернет-карты. Нажимаем Enter. И вот запускается инсталлер моей OS. Сейчас он скачает все необходимые файлы. Он проверил компьютер на наличие, скажем так, несоответствия системным требованиям. Скачивает библиотеку мою. Скачивает всякие там картиночки. Работу с файлами и так далее. Так, так, так. Все отлично. Инсталлер завершен. Вернее, загрузка инсталлера завершена. Нажимаем выбрать язык. Выбираем, естественно, русский. И вот здесь есть такая замечательная опция. Скачиваем все приложения. Давайте ее отменим. Эту фигню тоже отменим, чтобы у нас не было помощи в нашей фигне, в нашей программках. И нажмем опцию также скачивать обойки. Пусть будет. Нет, даже не скачивать. Окей. Нажимаем ОК. И у нас сейчас загрузится самый базовый набор приложений. И самый базовый набор библиотек. Нажимаем Далее. Далее. Принимаю. Замещает. Нажимаем кнопочку Перегрузить. Наша система установлена. У нас сразу сгорается такой вот наш красивый BIOS. Такое вот плавное угасание. И загрузка быстрой нашей оси. Нажимаем Защита компьютера без защиты. Нафиг она нам нужна. И, собственно, все. Ваш компьютер готов к установке других программ. То есть вы можете прямо здесь начинать работу с нашей системой. Можете загружать другие программки. Нажимаем нашу иконочку App Store. Ну и, например, давайте скачаем какую-нибудь хрень. Прокрутим немножко пониже. Так. Давайте скачаем игру какую-нибудь. Нет, игру не хочу. Хочу приложение палитра. Загрузка. Отлично. И давайте скачаем какие-нибудь обои на рабочий стол, потому что у меня серый фон лично немножко раздражает. Скачаем обои с малинкой. И так. И обои с черникой. Отлично. Закрываем программку. Ну и, собственно, давайте поставим обои на рабочий стол. Переходим в проводник. Переходим в папку Pictures. И ставим нашу малину на рабочий стол. Вот такая она, видите, сочная довольно. Так. Ну и, в принципе, все. Давайте поставим также чернику для теста. То есть, в принципе, чтобы люди понимали, как система обоев работает. Вот наши сочные, красивенькие, яркие черничинки. Ну и также удаляем обои. Отлично. И запускаем для теста программку Палитра. Собственно, вот такая вот вещь. То есть, я надеюсь, вам, в принципе, это обновление понравилось. Довольно-таки много здесь интересных фич появилось. Ну и, в принципе, App Store. Я думаю, там в комментах уже многие это дело хотели. То есть, многие хотели адекватную систему обновлений файлов. Ну и, собственно, такие вот дела. Так что, в любом случае, всем спасибо за внимание. Надеюсь, теперь у нас не будет вопросов по поводу того, что там какие-то ошибки прискачивают. Что-то файл.фаунд и так далее. Вот, собственно, ошибка файл.фаунд из-за этой фигни. Из-за того, что нет интернет-платы. Вот. Так что, опять-таки, всем спасибо. До новых видео. До новых встреч. До новых программ.